МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире программа Вести. Хакасия. События недели в студии. Алексей Гончаренко в этом выпуске. Началось традиционно волнительное мероприятие. Запись первоклассников в школу. В этом году, 1 марта, на месяц раньше обычного, сбылись ли обещания чиновников, что с новыми правилами записи родителям в очередях сутками стоять не придется. Всемирная паутина одна, а условия работы в ней разные. Как в Хакасии работает интернет и как на скорости его работы влияют погодные условия. На солнце, на то, может быть, минута, полторы минуты. А если у нас на улице пасмур, то получается, что интернет вообще может не быть. В день хакасского кино Хакасфильм покажет две новых картины. Одна из них уже вышла в эфир федеральных телеканалов. Работа над другой с говорящим названием «Я Хакас» недавно завершена. Февраль – самый холодный месяц минувшей зимы позади, но и до весеннего тепла надо набраться терпения. В середине марта прогнозируют синоптики. Морозы вернутся. В третьей пятидневке марта ожидается понижение ночной температуры до 20 градусов. Неделя началась с громких отставок в правительстве. Это был поистине гром среди ясного неба. Ведь до этого ничего не предвещало хоть каких-либо кадровых изменений, не говоря уже о первых лицах Кабинета министров. Впрочем, такие решения всегда неожиданны, а тем более, когда речь идет о ключевых фигурах. Итак, в понедельник с должности руководителя аппарата правительства уволен Владислав Никонов. Он создавал эту службу и был бессменным шефом с момента ее формирования. Вопрос об отставке согласован с главой Хакасии. Виктор Зимин поблагодарил за работу на ответственном посту и пожелал Владиславу Никонову дальнейшего профессионального роста. Официальная причина увольнения в связи с переходом на другую работу, какую именно и в каком регионе, не уточняется. Временно исполняющим обязанности руководителя администрации главы республики назначен Владимир Бызов, работавший в этой структуре в должности первого заместителя. И в понедельник же стало известно о другом кадровом решении. Юрий Лапшин больше не возглавляет Минфин. До этого он совмещал две должности министра финансов и первого заместителя главы Хакасии. Теперь он на посту первого зама с приставкой ИО. А исполнять обязанности главы Минфина будет Семен Айошин, ранее бывший заместителем министра финансов. В этих должностях оба могут быть утверждены на ближайшей сессии Верховного Совета, которая намечена на конец марта. Заседание правительства во вторник в отсутствие Виктора Зимина, находившегося в командировке в Москве, провел Юрий Лапшин. Он и пояснил, что столь неожиданные кадровые изменения, по крайней мере, что касается его должности, на самом деле давно запланированные. По поводу разделения должностей. Этот разговор не единожды был с главой республики. Фактически первый раз он состоялся, когда еще в 2011 году Виктор Михайлович назначил у меня исполняющего обязанности первого заместителя главы. И на тот момент было решено сохранить совмещение двух художностей. Пошли разговоры, что Виктор Зимин в ближайшее время будет назначен губернатором Красноярского края. И, кстати, в этих предположениях нет новизны. Такая информация в обществе периодически курсирует. С такими вопросами зачастую обращаются и к нам. Узнать, а правда ли глава уходит. Но в этот раз такая гипотеза получила небывалую общественную огласку. И Виктор Зимин дал ответ на возникший вопрос, кажется, положив конец на растающие интриги. По телефону из Москвы, не откладывая это дело до возвращения домой. Добрый день, дорогие земляки. Официально вам заявляю, что все рассуждения по поводу моего ухода в другой регион, озвученные отдельными спикерами, не более чем слухи и домыслы. С моей стороны не было и нет таких намерений. Меня избрали жители Хакасии. Они оказали мне доверие. Я этим очень дорожу. А Красноярск на этой неделе был прежде всего интересен тем, что там открылся традиционный экономический форум. Республика в этом ежегодном бизнес-событии 11 по счету принимала участие четвертый раз. Присутствие там – это и престиж региона, его узнаваемость и привлекательность, в том числе инвестиционная. Вот, например, в прошлом году форум посетили представители 57 регионов России и делегации 16 стран мира. А всего было 4000 участников. Хакасия представляла проект Абакана Черногорской агломерации, который получил одобрение президента России Владимира Путина. В этом году республика представила два новых инвестиционных проекта – промышленный парк Черногорский и агропромышленный Алтайский. Причем заявлено, что выставочная экспозиция Хакасии – одна из самых больших – 42 квадратных метра. И специально для форума подготовлен справочник инвестора. И работали две интерактивные панели с информацией обо всех ресурсах, возможностях и потенциале региона. Вчера Красноярский экономический форум завершил свою работу о том, насколько он стал удачным для Хакасии. Можно будет судить позже по наличию конкретных предложений со стороны инвесторов. На этой неделе в Абакане и Черногорске начались судебные процессы по двум громким делам. Пока на стадии предварительных слушаний. В Абакане в отношении бывшего руководителя Государственной жилищной инспекции Хакасии Вадим Южаков обвиняется по статье «Злоупотребление должностными полномочиями». Предварительное расследование продолжалось 8 месяцев. Дело возбуждено в мае прошлого года на основании материалов проверки, проведенной прокуратурой республики совместно с территориальным управлением ФСБ. Как значится в материалах дела, Южаков, будучи руководителем жилинспекции, управлял двумя коммерческими организациями. Косвенно, через своего знакомого, эти фирмы предоставляли услуги по установке и обслуживанию приборов учета. На стадии предварительного следствия выяснилось, что используя служебное положение, начальник жилинспекции вынуждал управляющие компании работать только с этими фирмами, что подтверждается свидетельскими показаниями. Фактически осуществлял руководство, управлял их финансовой деятельностью и получал доход. Данный факт установлен в ходе следствия, в том числе и с показаний работников данных организаций. Используя свой административный ресурс, вмешивался в деятельность других коммерческих фирм с целью лоббирования интересов подконтрольных ему организаций. Экс-начальник госжилинспекции свою причастность к коммерческой деятельности отрицает. Напомню, Вадим Южаков был освобожден от должности 11 марта прошлого года по распоряжению главы республики в связи с расторжением контракта. После этого в ведомстве и начались проверки. Максимальное наказание по предъявленному Южакову обвинению – 4 года лишения свободы. Аналогичный срок грозит и бывшему главному судебному приставу Черногорска. Максим Бастрыгин также подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями. По версии следствия, он незаконно давал подчиненным распоряжение закрывать дела и таким образом выполнял план. А жители Черногорска, предприятия и госбюджет не дополучили 3 миллиона рублей. При этом сам Бастрыгин регулярно удостаивался премий как успешный руководитель. Следствие по этому делу продолжалось без малого 2 года. Махинации всплыли после многочисленных жалоб в прокуратуру. Есть случаи, кто не получил и по 300 тысяч, есть кто получил и не получил, а не были взысканы по исполнительным производствам и по 70 тысяч, есть кто-то там по тысяче не получил, то есть есть физические лица. Ну и конечно речь еще большая идет о юридических лицах. К примеру, теплосервис не получил около где-то полутора миллионов. Кстати, большую часть денег уже вернули, так что потерпевших возмущает не сам факт преступления, а то, что теперь им придется ходить по судам, а процесс обещает быть долгим. В деле 26 томов. Первое заседание назначено на 5 марта. Премьер-министр российского правительства Дмитрий Медведев поручил правительству еще год назад снизить цены на интернет и вообще заняться устранением так называемого цифрового неравенства. То есть не только в мегаполисах, но и в малых городах и селах должен быть доступ к скоростному интернету. В век цифровых технологий, когда с помощью глобальной сети можно записываться в поликлинику и оформлять загранпаспорт, не выходя из дома, интернет не развлечение. Такая же необходимость, как свет и горячая вода. Все это касается и нашей республики, где и услуги по сравнению с другими регионами недешевы, и качество оставляет желать лучшего. Так какой же отклик нашли поручения премьера? Пыталась разобраться Марина Конодакова. Сколько времени приходится ждать загрузки страницы? Зависит от погоды. Если на улице у нас солнечно, то может быть минута, полторы минуты. А если у нас на улице пасмин, то получается, что интернет-майк вообще может вывести. Вот так, милостью погоды, Оксана Горн, учитель информатики в обычной сельской школе, успешно запускает эксплоры только с третьего раза. Ей надо заполнить электронный дневник. С этого года он есть во всех школах Акассии. Новинка призвана помочь родителям, которые, не выходя из дома, смогут через интернет проверить, как их чадо учится. Однако идея оказалась хороша только на бумаге. Очень долго загружаются странички и при сохранении тех же самых оценок бывает так, что просто страница может не загрузиться и теряются все данные. А если видеофайл смотреть, это просто нереально. И вот у нас тоже много есть таких различных и программ, и конкурсов, чтобы смотреть, например, участвовать в вебинарах. Но мы этого сделать практически вообще не можем, потому что у нас интернет этого не позволяет. Доступ к интернету сегодня есть во всех школах республики. Всемирная паучина – это не развлечение, а источник информации, зачастую незаменимый при написании рефератов и научных работ. Сейчас вовсе старшеклассники готовятся к единому госэкзамену, а тут без интернета вообще не обойтись. Провайдер хакасских школ Ростелеком признает – проблемы есть. Хотя компания постоянно модернизирует свои сети, в селах интернет проведен еще по старой технологии. Коммуникации не выдерживают нагрузок. Отсюда слабая скорость. То есть строительство по технологии XDSL, которое мы проводили на сельских населенных пунктах, оно сегодня позволяет комфортно работать в интернете в режиме так называемого серфинга. Просматривать почту, просматривать какие-то страницы. Потребности в интернете на сегодня переросли в возможности технологий, которые применялись лет пять назад. Чтобы интернет стал дешевле и качественнее, необходимо им о волях государства, заявляют в один голос провайдеры. Пока они проводят сети исключительно в своих интересах. Соответственно, все это выливается в стоимость конечной услуги. Операторы просят упростить процедуры по строительству сетей и подключения к ним многоэтажных домов и частных хозяйств. Сейчас это занимает много времени, согласований и, соответственно, денег. На это жалуются как полугосударственные, так и частные компании. Поэтому без какой-либо компенсации со стороны государства или создания механизмов, которые бы позволили нивелированию вот этого потери оператора при строительстве сетей, сегодня стройка невозможна. Те решения, которые приняты на уровне государства, которые позволят перенаправить средства, формируемые в фонд универсального обслуживания, на как раз на вот эту компенсацию, они, наверное, позволят оператору, который выиграет на сегодня. Есть информация о том, что Ростелеком становится оператором как раз по выполнению вот этого строительства до малых населенных пунктов, позволит оператору выполнить эту стройку. В какую именно эту работу выльется, представители компании сказать затруднились. Пока все задания находятся в проработке в федеральном правительстве. Между тем, цели стоят серьезные. До 2018 года 80% населения России должны получить доступ к интернету 100 мегабит в секунду. Это очень хорошая скорость. Собственно, только после этого можно всерьез говорить о развитии электронного правительства и еще целого ряда проектов, обещающих избавить нас от очередей и хождений по кабинетам. Тогда и электронный дневник в селе Райково станет действительно удобной вещью, а не головной боли учителей. Марина Конодакова, Антон Михайлов, Вести Хакасия, События недели. Программу продолжим после рекламы и через три с небольшим минуты во второй части выпуска. Началось традиционно волнительное мероприятие. Запись первоклассников в школу. В этом году, 1 марта, на месяц раньше обычного, сбылись ли обещания чиновников, что с новыми правилами записи родителям в очередях сутками стоять не придется. В день хакасского кино Хакас фильм покажет две новых картины. Одна из них уже вышла в эфир федеральных телеканалов. Работа над другой с говорящим названием «Я Хакас» недавно завершена. Февраль, самый холодный месяц минувшей зимы позади, но и до весеннего тепла надо набраться терпения. В середине марта прогнозируют синоптики. Морозы вернутся. На этой неделе в России стартовала эстафета паралимпийского огня. В Сибири одновременно в девяти регионах. Главная особенность – сама процедура зажжения лампады. По всей стране это происходит по-своему, а в Саиногорске паралимпийский огонь зажегся под звуки бубна. Город Металургов стал 12-м из 46 российских городов, через которые прошла эстафета главного символа предстоящей паралимпиады в Сочи. Рождению пламени в Хакасии предшествовал символический обряд кормления богини огня. Ритуал проходил на берегу Енисея. Оттуда на глазах тысяч зрителей огонь отправился в путешествие по главной улице города длиной в 2,5 километра. Чести пронести факел были удостоены 13 человек – спортсмены и общественники из Саиногорска, Черногорска, Абакана, Абазы и Вершины Тюэй. Я очень благодарен тем людям, которые организовали этот праздник, праздник паралимпийского движения в республике Хакасия. Я думаю, что, и я хотел бы сказать, что некоторые люди у нас очень достойны, но не получилось им принимать участие в паралимпийском эстафете. Я за них пронес этот факел. Конечной точкой огненной эстафеты стала символическая чаша небесно-голубого цвета. Зажег ее Вадим Трунов, бронзовый призер чемпионата мира по легкой атлетике. Накануне в школах началась запись учеников в первые классы. Это всегда связано с большими волнениями, если брать во внимание городские школы. Абакан яркий тому пример. Но, как пообещали чиновники от образования, теперь не будет того ажиотажа, который наблюдался в последние годы, когда родители ночами стояли в очередях, чтобы записать ребенка в школу. Запись по месту прописки. А если останутся места, то возьмут и из других районов учеников. Утром 1 марта, в первый день регистрации первоклассников, выяснилось, полностью ли новые правила решили старую проблему. 1 марта, в 8 утра, приемная директора. Лицей или по-старому 14-я школа – одно из самых рейтинговых заведений Абакана. И именно сюда хотят определить своих детишек многие родители. Говорили, пугали, но школа, мне кажется, сделала все для этого, чтобы все было спокойно. Они нас уверяли, что все будет планомерно, по несколько человек будете заходить, что все будет в покойном режиме, что мы сегодня увидели. Прежних очередей нет, так как с прошлого года действует новый порядок. Сначала заявления подают те, кто относится к школе по прописке. Остальным придется подождать до 1 августа. Только тогда будет понятно, сколько осталось свободных мест. Те люди, которые ждут очереди, их это волнует, потому что они хотят попасть, а мы точно не можем сказать, сколько. Как показывает правило и опыт, что места есть и попасть можно. Но, конечно, это несколько ограничено. Мы рядом живем, не по микро прописке. Очень хотелось бы попасть в эту школу, поскольку мой старший сын учится в этой школе. Но я не знаю, кто распределяет эти участки. Вообще, на самом деле, очень мало, мне кажется, домов. Именно 14 школ. Таких родителей, как Вячеслав Мищенко, найдется немало, потому что запись в школу не по прописке – самая интересная в этой истории. Каждая школа набирает детей с определенной территории. Список микроучастков с перечислением конкретных адресов и планом по набору первоклассников есть на сайте Горано. В некоторых случаях распределение выглядит весьма странно. К лицею относится всего 7 домов, а соседняя 12-я школа берет на себя почти 80 многоэтажек. Как результат, это учреждение – один из рекордсменов Абакана. Последние годы здесь набирают по 6 и даже 7 первых классов. Такие обстоятельства 12-ю школу поставили ее соседи. Положительная динамика прироста в нашу школу, конечно, есть из-за того, что рядом с нами такие монстры образования – и лицеи, и гимназии. Но мы им только за это благодарны, за то мы остались с работой. Я бы так сказала. Однако родителям непонятно, почему даже новостройки напротив армады отнесли к 12-й школе, хотя первокласснику проще и ближе дойти до лицея. Ситуация с гимназией не менее интересна. За ней вообще закреплено всего 4 дома, а план – целых 75 учеников. Но чиновники от образования уверяют – размер микроучастка не зависит от статуса учреждения. Главное – сколько детей позволяют принять условия и возможности школы. Но разницу между типовыми зданиями уловить сложно. В управлении образования так и не признались, что к некоторым школам есть особый подход. Это школа повышенного уровня. Но тем не менее, первые классы она набирает точно так же, как и другие образовательные учреждения. У них есть определенный микроучасток. И мы знаем, что на этом микроучастке живет вот такое количество первоклассников, которые могут сесть в это образовательное учреждение. То есть мы не можем все дома, которые там рядышком будут туда присоединить. Ну то есть изученная ситуация. При этом ситуацию, когда родители выбирают школу, исходя из ее статуса и готовы ночевать у крыльца, чтобы записать свое чадо в успешное заведение, Горано комментировать отказываются. Здесь вообще против всяких рейтингов престижа. У меня как-то очень ваш подход. Деление наших абаканских школ на сильные и не сильные. Я с ним категорически не согласна. Все школы города Абакана обеспечивают условия в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами. Эти условия отвечают требованиям качества образования. Как бы то ни было, но абаканцы уже научились обходить рамки, установленные властями. Так, многие заранее прописывают своих детей по нужному адресу, разумеется, за плату. И никто не отменял возможность договориться, воспользоваться положением, нужными связями, да и просто оказать школе помощь. Понять родителей можно. Каждый желает своему ребенку успеха, а он напрямую зависит от того, какую основу вложит школа начинающего ученика. Марина Конодакова, Антон Михайлов, Владислав Пустовой, 200 Хакасия, События недели. В Республике в день хакасского кино премьерный показ сразу двух новых картин производства студии «Хакасфильм». В одной из своих работ авторы попытались раскрыть суть коренного народа, его дух, мировоззрение, что отражается и в самом названии «Я Хакас». Это не документальное кино, в нем задействованы актеры, но и к категории игровых авторы его тоже не относят. В основу сюжета положены события, в действительности происходившие в Хакасии, в недалеком прошлом. День хакасского кино во вторник, 4 марта, то есть уже послезавтра. А перед премьерой фильмов у нас в гостях побывал один из авторов, директор студии «Хакасфильм», член Союза кинематографистов России Юрий Курочка. Юра, рад, что ты у нас сегодня в нашей студии. Ну вот так для эфира мы общаемся впервые. Есть очень хороший повод. Два твоих новых фильма и оба с говорящим названием. Одно «Читхан», другое «Я Хакас». Вот любимый вопрос журналистов. О чем кино? Вот то, что касаемо «Я Хакас», это кино о нас с вами, о людях, которые живут здесь у нас в республике. Так скажу больше о людях, которые жили сто лет назад и которые живут сейчас. То есть что изменилось за это время? Каково было быть тогда маленькому сибирскому народу здесь сто лет назад? И каково сейчас? Вот это такая наша основная мысль. Несмотря на то, что у нас там несколько линий. Там есть историческая линия, есть линия современная, есть средняя линия такая, некого такого хронографа, да, который поясняет какие-то вещи. Здесь две истории. Одна история о Степане Дмитриевиче Майнагашеве. Ученый, этнограф, больше он известен нам по своим фотографиям и меньше известен своими политическими какими-то работами, своими политическими действиями. Вторая линия – это человек, который стал в дальнейшем нашим просто другом. Это Петр Павлович Тинников, ныне живущий в городе Минусинске, а сам он уроженец села Лырса. Вот. Он живет в Минусинске, когда ему становится очень плохо на душе. Он хакас. Он берет гармонь, едет в свои лырсы, садится на крыльцо магазина и начинает играть. И вот еще один фильм «Читхан». Вот это будет премьера в Хакасии. Этот фильм где-то демонстрировался на федеральных каналах. Вот вопрос. Ну, насколько я знаю, в эфир-то федеральных каналов попасть нелегко. Получается, что там организовать что-ли проще показ, чем здесь у нас республики? В некотором смысле да, потому что мы там интересны. Вообще, наверное, чем интересна Россия, это интересно своими народами, вот, своими традициями. И поэтому, в принципе, там уговаривать-то никого не пришлось. Они с радостью взяли наш фильм. И то есть это уже не первый фильм, который показывается и на общественном телевидении российском, и на канале «Страна». А вот в каком жанре вы работаете? Вот на одном из престижных фестивалей к вам такая претензия была, что, ну, уж определитесь, в каком стиле вы работаете. Но это была такая претензия, комплимент. Да, была к нам такая претензия, что мы выбиваемся из документального формата. Вот. Поэтому нас оценить как бы сложно, да. И нам действительно было сказано, ребята, вы определитесь, вы снимаете или игровое кино, или документальное. Вот. И в конце концов, сами жюри признали, что, извините, это фильм не для жюри, это фильм для зрителя. Вот. И, то есть, для нас это был очень большой комплимент на самом деле. Ну, вот, игровое это кино подразумевает наличие артистов. Я так понимаю. То есть, и снято все в Хакасе, и актеры все наши. И актеры наши, и музыка наших композиторов, и места все наши. То есть, это все о нас и сделано нами, живущими здесь. Вот в студии Хакасфильм в этом году уже пять лет. А сколько фильмов снято, сделано за это время? Ну, это так, мы официально зарегистрированы пять лет. На самом деле, немножко больше, там, порядка десяти лет. Вот. Работ немного за вот этот срок, около десяти лет, так мы так подсчитывали, 13-14 работ, которые нам показать не стыдно. Хоть где. Когда вы начинали, это была единственная студия? В республиках, я там могу ошибиться, да, но, кажется, нигде как-то это не было. Либо где это было, то есть, это умерло во время перестройки, и на момент, там, скажем, середины двухтысячных годов практически нигде ничего не существовало. В Министерстве культуры Российской Федерации на одном из заседаний министр показывал наш диск людям и говорил, что о том, что вы плачетесь, там, нет денег, там, на кино, там, и прочее. А люди просто берут и снимают. Да, другим говорим. Вас пример приводил. Да, нас пример приводил. Вот. А как бы на сегодняшний день во многих республиках есть довольно мощные студии с республиканской поддержкой. В некоторых есть, там, допустим, выделенная строка в бюджете. То есть все очень по-серьезному. Вот. Ну, у нас, мы не жалуемся, но осталось все на прежнем уровне. А как осталось? То есть как было? То есть фильм, студия, студия вообще есть? Да. Ну, как бы студия – это моя квартира. Вернее, комната в моей квартире. То есть оно как все было, так оно и есть. Все это сами сделали. У нас очень скромно, но как бы за наше качество, да, и качество наших фильмов нам не стыдно на фестивалях. Вот. Куда вы выходите со своими картинами? Ну, вот сейчас премьерный показ. Дальше. У нас есть очень замечательная форма сотрудничества с Министерством культуры и с правительством. То есть после премьерных показов мы делаем определенное количество копий, и эти копии попадают в районные сельские библиотеки, дома культуры. То есть практически по всей Хакасии. Вот. И там уже люди на местах организуют просмотры. Ну, так, кстати, пробовали организовать показ в кинотеатрах? Конечно же, хотелось, чтобы наш фильм зрители увидели на большом экране. Вот. Но, к сожалению, те, к кому мы обращались, они даже не рассматривали этот вопрос. То, что вы делаете, на саншлагами проходят показы, или нет? Потому что у вас уже было несколько и премьерных показов, и какие-то демонстрационные, или как их правильно назвать? И причем в довольно больших аудиториях. Я расскажу две короткие истории. Несколько лет назад у нас была премьера фильма «Судьба и народец», которая посвящена была Катанову. Вот наш драмтеатр, да, едва вместил всех желающих. Вторая история, тот же Казанский кинофестиваль. Зал не очень был большой, 150 мест. Но увидев, что люди сидят еще на ступеньках, вот. Мне было очень приятно. А когда фильм закончился, то такие суровые такие бабушки, которые сидели на первом ряду, я так понимаю, что это очень, ну, уважаемые люди, да, как-то у них, они попросили от их лица поклониться моей маме. Вот. Они сказали, сынок, приедешь домой, поклонись своей маме от нас. День Хакасского кино будет. И в этот же день премьера, во вторник, 4 марта, в зале Республиканской филармонии. Туда еще можно купить билеты? Не так много, но можно. Вот финансовая сторона вопроса, вообще это окупаемое дело? Вот то, чем вы занимаетесь? И где-то же нужно брать ресурс на то, что вы делаете? Как сказал один наш коллега, кино дело интересное, но гиблое. На сегодняшний день, да, то есть мы не имеем какой-то возможности, да, то есть окупать это. Наверное, не все мерится как-то вот с этой точки зрения. Но, тем не менее, все равно это и актеры, и это и расходы на переезд, это и на аппаратуру, это и на монтаж, это и на какие-то командировки. Да, и если бы, конечно, не гранты нашего правительства, да, то там за какой-то свой счет или на каких-то собственных интересах мы бы, конечно, это не вытянули. Собственно, все деньги, которые мы так их очень-очень аккуратно, да, но нам хватает. Юра, желаю вам премьерного аншлага и новых творческих успехов. Да, Алексей, спасибо за интервью, за приглашение, вообще спасибо за поддержку вашего канала, да, то, что зрители узнают, то, что у нас будет такой интересный день, и как бы от меня лично, от нас, от киностудии «Хакасфильм» пригласительный билет на это событие. Правда, спасибо. У нас в студии был директор студии «Хакасфильм», член Союза кинематографистов России Юрий Курочка. В ближайший вторник премьера двух новых фильмов «Читхан и я, Хакас. События в культурной жизни республики». Сегодня у православных заканчивается масленичная неделя. Праздник, символизирующий проводы зимы и встречу весны. А главное блюдо на всех столах – блины с неимоверным количеством начинок. Но масленица – это не только праздник живота, это и шумное народное гуляние, и, например, традиционная забава для удалых молодцев – забраться на длинный столб без страховки и много-много всего другого. Константин Кравцов влился в массовый разгуляй, проводив зиму вместе с абаканцами. Масленичный разгуляй в Абакане состоялся в Парке Победы. И это довольно символично, ведь как раз этот старинный русский праздник символизирует победу весны над зимой. Вот оно, жареное солнце, герой дня. На блинный пятачок люди слетелись словно пчелы на мед. Русскому лакомству наверное столько же лет, сколько празднику масленицы, а может и больше. Кстати, это сейчас блины фаршируют миллионом начинок. А раньше все было куда скромнее. Блины, насколько я знаю, не от хорошей жизни делали, потому что было что в доме раньше, да, в старину, что мука, да, главное. Мука, вода, вот, собственно, теперь и все. Ну а по праздникам тогда уже начали добавлять и масло, и замешивать тесто на молоке, и дрожжевое тесто делали. Впрочем, масленичные гуляния не только праздник гурманов. Традиционная забава, подарок, подвешенный на столбе, за которым еще нужно умудриться дотянуться. Ремесленники выставили ряды с поделками. Кто во что гораст. Кстати, в Хакасии, как и положено, представлен он не только русский колорит. Вот видите, хакасское национальное платье, ого, серьги какие должны быть, и косичка. Две косички обозначают это уже замужняя женщина. Песни, пляски, народные гуляния. Люди на праздник пришли с детьми. Кажется, от сотен улыбок уже наступила весна. Во всяком случае, в душе у каждого. Все смотрите, какие веселые люди. Очень даже красивые, вы веселые. Больше, что нужно. Любовь весна все же расцветает. Значит, и мы расцветаем. Но завершением праздника по традиции стало сжигание чучела. Вспыхнув, от него не осталось и следа за считанные минуты. Теперь уж точно, согласно поверьям, зима ушла, уступив место красавице весне. И действительно это так. Получилось, что праздник в Абакане состоялся в аккурат 1 марта. Константин Кравцов, Владислав Пустовойт, Вести, Хакасия. Настоящая весна, та, которая с теплом, всегда или почти всегда отстает от календарной. В первую неделю марта, по прогнозам синоптиков, температура воздуха ночью будет от 8 до 13 градусов мороза. Днем от 1 до 4. А в середине месяца похолодает. И только в конце марта будет по весеннему тепло. В третьей пятидневке марта ожидается понижение ночной температуры до 20 градусов ночью. Соответственно, дневная температура будет тоже находиться в пределах минус 5, минус 10, минус 8, минус 13. Начиная с конца второй декады будет уже весеннее повышение и ночной температуры, и дневной. А ночная температура повысится до минус 2, минус 7. А дневная температура в конце марта составит плюс 6, плюс 11 градусов тепла. Последний день масленичной недели – прощенное воскресенье. Православные просят друг у друга прощения, чтобы приступить к посту, который начнется завтра с доброй душой. Хорошая традиция, которой следуют не только верующие. Это была программа Вести, Хакасия, события недели. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова